Закрываем левый глаз. Буквы на таблице слева, в строке пониже называем. То, что четко видно. Н, К, И, Б, Н, Ш, И, Б. Второй лёд закрываем. Офтальмологи рады, когда вот так, без малейшей запинки, пациент может прочесть последнюю строчку в таблице. То, что соответствует остроте зрения единица. И стараются сделать всё, чтобы такие результаты проверки, как у Ольги Корнюшко, были как можно чаще. Девушка обратилась к специалисту после того, как к концу рабочего дня за компьютером стала испытывать дискомфорт. Посмотрели меня очень внимательно, выслушали. Дали рекомендации все. Я буду стараться их соблюдать. Уделять внимание физиопроцедурам, плавания, массажи. И, конечно, делать перерывы во время работы. Стал плохо видеть, предметы размыты, появились чёрные точки и пелена перед глазами. Это жалобы, которые чаще всего на приёме слышит Алла Ярош. Офтальмолог пришла работать в первую поликлинику ещё в 92-м, сразу после получения диплома. Сегодня она заведующее отделение. Специалист отмечает, в день в медучреждении оказывают диагностическо-консультативную помощь порядка 80 людям разных возрастов. Стоит отметить нехорошую тенденцию всё-таки преобладания более молодого возраста и омоложения патологии офтальмологической. Потому что, конечно, это связано с хроматизацией. Так что мы не можем жить без гаджетов, без компьютеров. Отделение оснащено техникой в достаточном количестве. То есть вы можете увидеть здесь и авторефрактометр, и щелевая лампа. У нас есть и периметр, и бесконтактный аэконометр. То есть полноценно мы пациентов осматриваем и помогаем им сохранить зрение. На диспансерном учёте в отделении сегодня порядка 700 человек. Из них 500, категория 65+. Большая часть из них страдают глаукомой. В первой поликлинике над сохранением здоровья зеркало души трудятся три окулиста. Плюс квалифицированную помощь оказывают и врачи общей практики. Записаться на приём несложно. И к врачам общей практики, к участковым терапевтам, к узким специалистам. Можно записаться по интернету, по телефону или обратиться в регистратуру. Значит, очередь записаться можно заранее, за месяц. То есть выбрать удобное для себя время. В списке профилактических мер по защите глаз нет ни одного сверхсложного пункта. Не курить, не злоупотреблять спиртным, носить солнцезащитные очки, контролировать давление, холестерин и уровень сахара. Правильно питаться, давать глазам отдохнуть и регулярно проверять их здоровье.